Компьютерная томография в Брестской областной больнице существует уже более 20 лет. Первый компьютерный томограф установлен в 1995-м. Отработав 12 лет он был заменен на более современный. На старом оборудовании выполнялось ежегодно до 15 тысяч исследований. При этом почти треть составляли сложные исследования внутренних органов лицевого черепа и сосудов. Наиболее сложные в диагностическом плане пациенты находятся в областных учреждениях. Поэтому управлением здравоохранения Брестского областного исполнительного комитета принимается комплекс мер, направленный на укрепление материально-технической базы организации здравоохранения области в первую очередь областных организаций здравоохранения. Событие для больницы очень значимое и долгожданное, а потому открытие кабинета началось с торжественного момента – перерезание красной ленты. Новый аппарат компактный, но сложный технически. В нем воплощены самые передовые технологии сканирования. Он намного классом выше тех, которые у нас были. Ну и самое главное, первое, что он улучшает качество диагностики, потому что минимальный шаг сканирования 0,5 мм составляет. Это говорит о том, что мы можем больше сделать сканов и более мелкую деталь какую-то увидеть в организме, который быть не должно. Дает возможность при необходимости убрать костные структуры, убрать металлические какие-то детали, артефакты, которые могут находиться у человека, если кости они есть, и более детально изучить, например, какой-то орган сосуды. Томограф позволяет проводить исследования пациентов любой массы тела и обеспечивает низкую дозу облучения. Система проводит сканирование в режиме реального времени. Это дает возможность врачам быстро оценивать результат. Есть программа, которая позволяет делать трехмерное изображение какого-то органа. Это очень важно при предоперационной подготовке и предоперационной диагностике различных заболеваний, особенно это касается раковых заболеваний, когда мы видим, прорастает опухоль, какой орган прорастает, есть ли инвазия, то есть внедряется ли она в стенку какого-то органа. Вот этот аппарат позволит в том числе увеличить количество сложных исследований. Я говорил о том, что важно, скажем, не просто увидеть эту опухоль, а где она расположена, каких органов она касается или какие органы она прорастает. Вот что сегодня, скажем, важно. Вот этот аппарат позволяет делать эти сложные исследования. Это уже 11 аппарат в регионе и 5 аппаратов ядерно-магнитно-резонансных томографов. В планах управления здравоохранения продолжить работу по укреплению и планируется установка подобных аппаратов на базе детской областной больницы, больницы скорой медицинской помощи. Фактические затраты на реконструкцию и модернизацию помещения отделения лучевой диагностики составили порядка 620 тысяч рублей. Пока новый томограф работает в тестовом режиме, но уже вскоре сможет обследовать первых пациентов.